Сто лет назад появилась пионерия. На втором съезде комсомола 19 мая 1922 года было решено создать самую масштабную детскую организацию Советского Союза. Пионеры в разные годы занимались ликвидацией безграмотности, работали с беспризорниками, проводили субботники. Во время войны работали на заводах и партизанили. Любить родину и всегда быть готовым прийти на помощь и старшим, и младшим товарищам – так воспитывали детей по всему СССР. О жизни пионеров в Хабаровске рассказывают архивные документы и корреспонденция, а также корреспонденты телеканала «Хабаровск». Подробности далее. Взвейтесь кострами синие ночи. Сто лет отмечают дети рабочих. Пионеры остались в советском прошлом, но этот праздник до сих пор вызывает теплые чувства. Для одних это ностальгия по детству, для других – неизведанный мир. Путешествие по нему устроил Хабаровский краевой архив. Важнейшая задача, которая стояла перед пионерами, было отлично, хорошо учиться. И с этой целью пионеры даже прикреплялись за отстающими учениками, то есть они вели шество над ними. В Хабаровске первыми пионерами стали дети рабочих завода «Дальдизель». Спустя несколько лет почти в каждой школе края были свои отряды и дружины. Все они вели так называемые рапорты, фотоальбомы, дневники общественной жизни пионеров. Сохранилось много летописей. Дети оформляли их вручную, каллиграфическим почерком с документальной точностью. Вот она изготовлена, видно, женскими руками с вышивкой. Пятиконечная звезда, костер. Очень любовно выполнен. Этот альбом фиксирует события 1946-1947 годов, послевоенное время. Чем жили, как занимались, чему учились. Вот, например, 6 октября. Сегодня замечательное утро. Солнце светит ласково. Совсем незаметно, что на улице осень. Вот так здравствуй. Это значит пионерская газета. Пионер теперь не плачет. Есть чего читать до лета. С этими строчками у хабаровских пионеров появилась своя газета «Знамя пионера». Она выполняла идеологические задачи, но ее читали школьники младших и средних классов. И все это было в развлекательной форме. Любой пионер мог написать заметку в газету. И эти заметки публиковались. И даже специальные были обращения к юнкорам о том, какие заметки нужно писать, о каких событиях, что интересно. Очень интересно, естественно, про учебу, разумеется, про какие-то трудовые дела. Очень интересно были про кружки, как занимаются ребята, в каких кружках, что их интересует, какие события их волнуют. Как дети занимались авиамоделированием в Хабаровском дворце пионеров, можно увидеть на архивных фото. Как праздновали День пионерии в 1964 году в хронике Дальневосточной киностудии. Ученики 12-й школы не стали ждать подарков, а сами сделали подарок городу – новый трамвай. Настоящий, сверкающий свежим лаком и стеклами. И все это из обыкновенного металлолома, собранного ребятишками. Сковородку у нас школьник принес, из дома притащил. Ну, вот такие были. А мама говорит, быстренько назад. Ну, мы в этой куче искали сковородку, потому что мы же тоже не понимали, что за металл принимают. Ну, металл металлический, ну и не слишком. Пионеры помогали взрослым, как могли. Собирали макулатуру, убирались на улицах города. Сегодня нет красных галстуков, значков и знамен. Но есть люди, для которых все это горячо любимое детство. Марина Рожко, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова